Ночной город, концерт в сопровождении ГАИ и перекрытый на несколько минут улицы. Пожалуй, организаторы приложили все усилия, чтобы сделать заезд как можно более комфортным. И мы хотим сегодня показать, что велосипедистов в Саранске не 2, не 3, не 5, не 10, а уже, как видите, за спиной, то есть их действительно очень много. И уже пора бы нам научиться ездить на работу на велосипедах. Партнерами выступил туристский информационный центр. С их слов, велодвижение города и республики теперь получит новый импульс. Спортивный туризм, люди с рюкзаками. Мы разрабатываем маршруты в районной республике. Также у нас проект есть, эксклюзионный маршрут по городу Саранск именно на велосипеде. Порядка часа ушло только на регистрацию участников. Я на велосипеде уже 4 года катаюсь, мне очень нравится. И всем, всех зову. Развитие есть, но велодорожек действительно нет. И как бы пока такой организации серьезно нет. Не осталось в стране такого крупного события и Розаевка. Специально на парад организованно приехала местная велогруппа. Взаимное уважение как бы со стороны автолюбителей, ну и может быть со стороны пешеходов более адекватное восприятие. Нас как велосипедистов, ну и как транспортное средство. Ну что, первый официальный веломарафон в Саранске под названием «Огни ночного города» стартовал. И как видите, первый блин организаторов вообще не вышел комом. За моей спиной порядка 200 человек на велосипедах. Их не смутил ни ветер, ни достаточно прохладная погода. Организаторы уверяют, что уже в следующем году состоится целая цепочка подобных велопробегов. Они состоятся не только в Саранске, но и по всей республике Мордовия. Таким образом заложив начало массовому-массовому велоспорту. Алексей Ореков, Евгений Напалков, Вести, Мордовия.